МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу «Время говорить». Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Парковки как привилегия. Почему начальственные машины паркуются вопреки правилам дорожного движения? Странная квартира. Жильцы дома по улице Урицкого попросили журналистов разузнать, что происходит по соседству. Проблемы парковок в Рязани, как, впрочем, и везде, актуальны, как говорится, до драки. В том смысле, что место на асфальте становится заветным клочком земли, обетованной для каждого автовладельца. И уж если кто хоть краем колеса вкатится на эту площадку, то может разразиться настоящая война. Парковок в городе не хватает и на обочинах. И тем более обидно автолюбителям видеть, как вальяжно паркуется под любыми знаками, сияющие черным лаком начальственные авто. Например, в день заседания городской думы машинами бывает заставлено все здание муниципалитета. Причем некоторые паркуются даже на пешеходном переходе. В чиновничьи трудовые будни поспокойнее. Но все же, все же. Продолжает тему Ирина Ковалева. Помимо дураков и дорог, в нашей стране уже давно назрели и беспокоят общество не менее значимые проблемы. Но, например, отсутствие достаточного количества парковочных мест. Вследствие этого автолюбители бросают своих железных коней, где придется, в том числе и там, где парковка запрещена. На газонах, под знаками, на пешеходных переходах. Проблема ощутима доставляет реальные неудобства как водителям, так и пешеходам. Она активно обсуждается властями, но от обсуждения этого толку немного. Тем более, что и сами чиновники зачастую нарушают ими же принятые законы. Действительно, есть приоритет чиновников. Они безнаказанно, скажем так, паркуются. Ну, потому что есть возможность, наверное, у них. Здание муниципалитета на пересечении улиц Радищева и Свободы. Запрещающих знаков здесь, на удивление, немного. Хотя улочки, довольно узкие череда машин, явно мешают нормальному движению. Справедливости ради стоит отметить. Сегодня возле самого здания автомобилей единицы. Бывает такое нечасто. Мешают ограждающие конструкции. Хотя нашим автомобилистам и они не помеха. Я стараюсь соблюдать, конечно, не ставить под знаками. Но в данной ситуации я приехал, я просто вынужден здесь стоять. Вроде бы здесь, возле здания муниципалитета, затеяли ремонтные работы. Весьма кстати. Как раз после пресс-конференции, на которой нерадивыми чиновниками обещали заняться в первую очередь. Начнем, наверное, с офисов государственных, муниципальных органов власти и так далее. То есть это элементарно. Будут члены этой такой, будем, сводной комиссии утром приходить, образно говоря, к администрации города Рязани и будут разъяснять незадачным автовладельцам, что есть знак, который основан на правилах дорожного движения. Остановка, стоянка запрещена. И как-то будем проводить эту работу. Помогут ли подобные меры? Вопрос риторический. А то, что чиновникам начинать работу над ошибками нужно с себя, очевидно. Ведь зачастую им просто лень воспользоваться предназначенными для них же парковками. Зачем идти лишних 100 метров, когда машину можно безнаказанно оставить на обочине? А то, что она кому-то помешает, так это только их проблемы. Анатолий, вот мы посмотрели с вами небольшой репортаж, но вы знаете, что это не единственная публикация на тему того, что одним можно, другим нельзя. И вот то, что касается парковок. Вот с вашей точки зрения, ну, все-таки правила и закон одинаков для всех, или все-таки он может каким-то образом наварьироваться? Петр, ну, смотрите, все-таки это связано с определенной правовой культурой, которая сложилась в нашем обществе. И этот показатель, он является объективным. Его нельзя как-то там подретушировать, приукрасить. Вот он такой у нас, да? И получается, что низкая правовая культура, как в самом обществе, так и конкретно вот в группе, ну, там, скажем так, работников администрации или правительства, то есть она ничем не отличается от общего уровня правовой культуры в самом обществе. И поэтому, мне кажется, что одними запретами здесь, конечно, положение не исправить. Да, я согласен с вами. И у нас вот еще речь-то идет о том, что, ну, почему же так? Одним можно, а другим нельзя. Вот что получается. То есть, если стоит большая черная машина, так сказать, под знаком, а вот, как мы уже говорили, в то время, когда проходит, например, заседание Городской думы, то там все, ну, буквально уставлено машинами и стоят они даже на пешеходном переходе. Я сам лично видел, и даже с водителями попытался выяснить, а почему вы так себе позволяете? На что только получил ответ вот этот взмах рукой, дескать, иди куда шел. Я думаю, что здесь надо как-то тем, кто эти законы и нормы, так сказать, придумывает и вводит, самим их соблюдать. Вот и все. Совершенно верно. То есть, это те люди, которые занимаются у нас управлением, созданием, реализацией правовых норм. Они должны в первую очередь, как бы, мерить по себе. Но, с другой стороны, все-таки основной упор нужно делать на то, что создать определенный механизм, альтернативу существующему положению. Продолжаем программу. Сегодня стало известно, что уголовное дело по факту гибели четырехлетнего воспитанника Солочинского детского дома направлено в суд. Напомним, мальчик, оставшийся без присмотра воспитательницы, утонул в ванне. По версии следствия, вечером 12 февраля обвиняемая, которая совмещала еще и должность младшей воспитательницы, наполнив ванну водой, оставила в ней четырехлетнего воспитанника одного. Через некоторое время мальчик был обнаружен в воде без признаков жизни. Как установлено в ходе следствия, причиной смерти ребенка явилось утопление. Женщина сразу же признала свою вину, раскаялась и активно способствовала расследованию уголовного дела. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Далее в программе репортаж Оксаны Тебенихиной, снятый по просьбе жителей одного из домов по улице Урицкого. Народ заподозрил, что в одной из квартир ведется странная деятельность, а точнее незаконное предпринимательство. Почему заподозрил? Да потому что ежедневно в таинственную квартиру проходит по несколько десятков человек. Тут вам и шум, и топот, и прочие эффекты, характерные для наших домов, где слышимость просто идеальная. Такова фабула. Далее журналистское мини-расследование. Жильцы дома 12 на улице Урицкого недоумевают. Что-то неладное, по их мнению, происходит за соседней дверью. Въехали в 2008 году. Значит, новые жильцы сюда купили квартиру. Ну, очевидно, с дальним прицелом они скупили эту квартиру. Сами, значит, имеют элитное жилье на улице Свободы. Ну и, значит, прошло год, начали завозить они, значит, все офисное оборудование. Ежедневно они, значит, принимали клиентов, где-то 30-50 человек. Это даже в магазин, по столь человек не заходит. Это все написано в нашей жалобе. Что это? Незаконное предпринимательство в квартире на втором этаже? Хозяйка по факту, а не по бумагам, уверяет, ничего странного тут не происходит. Они с дочкой здесь живут уже 5 лет, и никакого офиса в их квартире нет и в помине. Ну, вы знаете, я тоже общительный. В милицию приходил два раза, оба раза составила акты. В милицию приходила жилищная инспекция, составила акт, что нарушений нет. Я вчера буквально ходила туда, взяла протокол с печатью жилищной инспекции Рязанской области. Пока недовольный сосед показывал нам документы, по его обращениям в различные инстанции, из подъезда вышла Ольга с неким молодым человеком. После чего неприятно удивленная женщина присоединилась к беседе, включив предварительно свою камеру. Вы заметили в жилой форте пенсионеров? Я точно так же здесь проживаю на тех же здравоохранениях, что и вы. Вы проживаете вон там, в элитном доме. Вы приходите сюда работать и нервы портите пенсионерам. Вы нервы портите. Вы бегаете. Дмитрий Сергеевич, мой элитный дом вообще под снос идет. В этот момент Дмитрий Сергеевич вспомнил странный случай. Вы давать факты, про свечи рассказываете. Рассказывать про свечи. Какие свечи-то? Ну вы начали бросать на ковер свечи, складывать от церковной свечи. У вас есть фотография, что я со свечами в руках стою и подрастываю? Ну вот, конечно. Булыжник вы еще, скажете, не вы положили. Под дверь. В ответ Ольга предоставила документы, подтверждающие, что никакого офиса в ее квартире нет. Так проверка показала. Ну, в общем, тут так и пишется, что посторонние лица не присутствовали, квартира используется как жилое помещение, никаких нарушений не выявлено. Ну и то, что оборудования и технического в квартире нет. В общем, у каждого здесь своя правда, но истина всегда одна. 21-й век на дворе как-никак. Проблема разногласий между поколениями всегда будет актуальной. Сегодняшние школьники однажды тоже будут ворчать на завтрашнюю молодежь. На сегодня все. Доброго вам вечера и до встречи завтра в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова